Сказать про нашего прекрасного сегодняшнего спикера Ольга Коновалова, руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ. Давайте ее поприветствуем. Здравствуйте. Мне невероятно приятно здесь быть. Это очень спонтанная в некотором роде лекция, потому что я недавно вернулась из морского рейса, из морской экспедиции. И тут внезапно Роман предложил прочитать лекцию. Я очень польщена и, конечно же, очень рада все вам рассказать. Но из-за того, что я еще полна впечатлениями от рейса, я буду вам рассказывать, наверное, очень много про то, что мы там делали. И буду показывать картинки, потому что они совсем свежие. И это как раз то, чем мы непосредственно занимаемся. Поэтому надеюсь, что вам будет интересно. Надо жать. Я хотела бы рассказать про биологию арктических экосистем и в целом про то, как люди изучают арктическую биологию, какие есть задачи и какими методами изучают. Именно какие-то общие вопросы. И если будет интересно, то мы можем поговорить про какие-то частные задачи, которые можно наблюдать в Арктике. Он у меня все равно не работает. Он не горит. Он не горит. Видишь, ничего не горит. А, это я не жму, значит. Простите, пожалуйста. Так, все. Я справилась. Соответственно, это как раз наш последний рейс. Мы ходили во льдах. И дальше. Значит, это все про Арктику. Почему Арктика очень сейчас у всех на слуху? Это основные наши моря, которые вообще есть в России. И большая часть российских морей находится в Арктике. Поэтому Арктика вообще привлекает внимание не только государства, но и людей, и ученых, и всех остальных. Потому что это очень важный регион, который важен не только для развития государства, для развития народного хозяйства, в который вкладывается очень много времени и средств. Но и с точки зрения глобальных процессов, с точки зрения научных процессов. Это очень важный регион. Почему это такой важный регион? Арктика, вообще Северный Ледовитый океан, это всего 4% поверхности океана, то есть площади океана на земном шаре. Но однако же Арктика это кухня погоды и все, что происходит в Арктике, влияет на погоду на всем земном шаре. Кроме того, очень важно отметить то, что в российской Арктике также вливается 20% стока всех рек в мире. То есть это всего 4% мирового океана, в который вливается 20% всех рек, потому что в российской Арктике находятся самые большие реки, одни из самых больших рек в мире в принципе и самые большие арктические реки. И очень важно, что мы знаем об Арктике очень мало, потому что это очень узкое окно судоходства. Мы изучаем Арктику только в летние месяцы и знаем больше только о летних месяцах, нежели о зимних, что происходит зимой. Мы практически не знаем. И очень важно то, что вот это отсутствие информации накладывается еще на то, что ситуация все время меняется. То есть климат меняется и в Арктике, как вы, наверное, знаете, он меняется наиболее сильно, потому что во всем мире, по-моему, все дошли до полутора градусов, то есть глобальные изменения климата в среднем произошли на полтора градуса, а в Арктике на 4 градуса и в некоторых местах даже больше. То есть где-то в районе Таймыра там, по-моему, 6 градусов изменения уже достигли. Все это очень серьезно влияет на функционирование экосистем, про которые мы и так ничего в целом не знаем. Ну, знаем, но очень мало. Соответственно, на этой карте я сейчас сразу пробую показать. Так, наверное, не работает. В общем, центральная часть Арктики – это глубоководные желоба и долины. И вот то, про что я расскажу, то, что у нас находится сверху, это российская Арктика, это шельф. То есть это шельф плоская при материковое пространство, которое дальше обрывается вот в эти глубоководные желоба. И, соответственно, российская Арктика по большей части плоская, а не глубокая и подвержена влиянию Речного Востока. Про это важно помнить, потому что это действует на все функционирование, собственно, арктических экосистем. Это я хотела вам показать. Так. Это просто, чтобы вы увидели это свежее видео из Арктики. Мы шли на корабле через льды, и это было потрясающе. Везде были разложены тюлени. На всех льдах лежат тюлени, но белые медведи за ними не приходили. Это нам не повезло. Наверное, надо было их как-то специально приманивать. Но, тем не менее, было довольно интересно, потому что обычно исследовательские суда через льды не ходят. И такого не происходит обычно, потому что это довольно опасно ходить через льды. А ледоколы, которые ходят через льды, а с них, наоборот, никто особенно никаких исследований не делает. Потому что с них тяжело делать исследования. И есть только одно судно, которое является ледоколом и одновременно научно-исследовательским судном. Это платформа «Северный полюс», которая сейчас вмораживается в лед и проводит исследования уже на льду. Как устроена экосистема арктических морей? В общем и целом мы можем изобразить пищевые сети, которые у нас функционируют в арктических морях, примерно таким образом. Все у нас, как обычно, начинается с фитопланктона. Я коротко расскажу, как это работает. Все начинается с фитопланктона. Фитопланктон – это источник первичной продукции. Он обитает в верхних слоях воды, там, где солнце проникает сквозь толщу. Фитопланктоном питается зоопланктон, и зоопланктоном питаются рыбы, и зоопланктоном питаются рыбы, чайки и морские птицы. И дальше это все уходит либо в микробную сеть, либо рыбами питаются киты, белухи. И у нас есть отдельно бентесные сообщества, которые обитают на дне. К ним опускается весь детрит, и органика, которая опускается сквозь толщу воды, падает на дно. Этим питаются существа, которые называются бентесом, или бентесные животные. Они обитают на дне, они бывают прикрепленные или не прикрепленные, и они, в общем, обитают в таком двухмерном мире, в отличие от всех остальных, которые обитают в толще в трехмерном мире. И, соответственно, бентесом у нас питаются моржи из того, что важно. И некоторые киты тоже питаются бентесом, в частности серые. И дальше уже у нас вершина всей этой пищевой сети – это белый медведь и морские птицы. Ну и человек, понятное дело. Удивительно, что морские птицы занимают вершину пищевой цепи, но действительно никто не питается морскими птицами, и дальше эта энергия не уходит. И вот эти странные создания, которые летают и всех раздражают, в общем, это действительно вершина пищевой пирамиды, как это ни странно. Соответственно, морские биологи занимаются всеми компонентами этой пищевой сети и изучают ее функционирование. Вот так это выглядит в реальности. То есть вот эта предыдущая картинка – это упрощенная сеть, а в реальности, если мы делаем это на уровне видов, то это получается гораздо более сложная система, где разные виды рыб и бентосов взаимодействуют между собой. То есть планктон… Вот здесь мы видим, что у нас на всех уровнях пищевой сети нарисованы связи, и это выглядит примерно так. Если мы упрощаем, то это становится какой-то такой картинкой, потому что нам для того, чтобы понимать, как это все функционирует, это обязательно надо упрощать, иначе мы не сможем просто проанализировать хорошо, как это работает. Соответственно, как изучать биологические объекты? Есть несколько типов методов исследования, и у нас есть, соответственно, прямые методы, дистанционные методы и аналитика. Тут я хотела бы немножко пофилософствовать на тему того, как вообще устроены научные задачи, как устроены биологические научные задачи. В общем, биологические научные задачи, как правило, устроены довольно просто. Мы изучаем, как бы это сказать, функционирование. Мы, во-первых, изучаем биоразнообразие, то есть мы ищем новые существа. Во-вторых, мы изучаем, как они живут, как живут организмы и как живут экосистемы. А в-третьих, мы изучаем эволюцию. Вся динамика, все адаптации, все можно объединить в общее представление о том, что мы изучаем эволюцию животных, отдельных видов или экосистем. Вот, соответственно, три типа задач. Поиск, исследование функционирования и исследование эволюции. Все, что сейчас происходит в Российской Арктике, можно описать тем, что там сейчас происходит стадия исследования поискового. То есть сейчас мы только изучаем биоразнообразие, изучаем, кто там живет, какие есть экосистемы, и переходим к тому, чтобы понимать, как они функционируют. Но, в общем-то, мы находимся, конечно, на каком-то более-менее старте исследования этих функциональных связей, потому что есть куча проблем, про которые я как раз говорила, еще буду говорить, которые связаны с исследованием. С тем, что в Арктике очень сложно работать. Поэтому есть некие регионы, которые изучены лучше, некоторые хуже, но об этом чуть-чуть попозже. Соответственно, как изучают биологические объекты, если вы работаете в Российской Арктике, и вы биолог, сначала вы собираете первичные данные. Первичные данные можно собирать несколькими способами. Вы просто отбираете пробы, то есть вы приходите на корабле в нужное вам место, и там отбираете пробу с помощью разных устройств. Значит, вы можете использовать управляемые аппараты, подводные или, наоборот, летающие, и с их помощью тоже иногда отбирать какие-то пробы. Вы можете использовать спутниковые методы, и это разного рода спутниковые методы, но это дистанционные методы, когда вы смотрите на спутниковые снимки и никуда не ходите. В море никакой вы не ходите, вы сидите дома в офисе за компьютером, в лаборатории, и никуда не выходите из него. Вам это не нужно, потому что вам нужен только интернет. И есть сочетание методов. Сочетание методов – это, например, когда вы комбинируете прямые методы и спутниковые методы, или, например, когда вы отбираете какие-то пробы с помощью ТНПА, то есть подводных аппаратов, или когда вы, например, вешаете спутниковую метку на моржа или белого медведя, и после наблюдаете за ними со спутников. То есть это какие-то усложнения и комбинации, и это как раз какая-то специфика. А дальше происходит обработка данных и образцов, и здесь уже происходит все как обычно, то есть все, что делается в биологии, изучается либо в лабораторных условиях, то есть мы определяем животных, что-то с ними делаем, например, ставим на них эксперименты, или, например, изучаем их физиологию, какие-то гены, белки, какие-то разные устройства, анатомию, физиологию, в общем, что-то такое делаем, изучаем либо на живых, либо на неживых предметах, объектах, и дальше мы анализируем данные. То есть здесь более-менее все одинаково происходит. И вот, например, я могу сказать, что вот в рейсе, из которого я только что вернулась, мы, например, исследовали, у нас были исследования белков-апсинов у двустворческих моллюсков в Арктике. То есть фишка этого исследования, специфика этого исследования заключалась в том, что люди пошли в море в Арктику, куда мало кто ходил из физиологов, нашли там моллюсков, которых еще никто не изучал, и посмотрели у них белки, которые, в общем-то, изучаются широко у разных организмов. То есть мы много чего знаем об этих белках, но очень мало знаем про их функционирование, и очень мало знаем о том, какое место они занимают у разных организмов, и посмотрели их у новых организмов. То есть это, с одной стороны, поисковая работа, а с другой стороны, это поисковая работа и с точки зрения каких-то арктических сообществ, и поисковая работа с точки зрения физиологии и биохимии. Вот. Значит, как это выглядит? Отбор проб происходит с помощью сетей, так отбирают зоопланктон, фитопланктоны, всякие маленькие существа из воды отбирают с помощью батометров, то есть это просто опускают батометры, ну вот эту систему, которая называется розетта, опускают на какую-то определенную глубину, там эти батометры закрываются, вот здесь они все закрыты уже, потому что она поднимается, и, соответственно, на какой-то определенной глубине мы собираем воду, затем поднимаем ее на поверхность и исследуем. Для того, чтобы исследовать бентос, мы используем дночерпатель, это такая штука, которую мы просто опускаем со всей силы на дно, он бьется об дно, закрывается, и мы получаем кусочек дна, который просто выкусывается этим дночерпателем. Есть более сложные устройства, но для изучения бентоса это, в общем, самое простое и понятное. А чтобы исследовать, например, макробентос, который, например, крабов или какие-то большие прям существа, которые двигаются активно и которые нельзя поймать дночерпателем, используется трал, также это, ну вот это, в частности, донный трал, еще бывает пилогический трал, он очень похож, но немножко по-другому устроен, и им ловят рыб, например, и пилогических каких-то существ. Вот так происходит непосредственный отбор проб, это хороший метод, он интересен тем, что мы прям получаем непосредственно каких-то животных на месте, но это точечное исследование, то есть, как вы понимаете, когда мы, например, исследуем планктон, мы прям берем пробу, то есть на весь океан, грубо говоря, на какие-то бесконечные кубометры воды, мы отбираем один, не знаю, 10 литров воды, то есть это прям очень точечное исследование. То же самое с одночерпателем, мы там на какие-то квадратные километры бесконечные отбираем три пробы, 25 на 25, и вот на основании этого делаем выводы. Это довольно, в общем, это большое обобщение. То же самое и зоопанктон, здесь мы вообще исследуем всю толщу и смотрим, что в толще послойно живет. Тоже довольно сложно сделать какие-то точные выводы, однако это все-таки довольно точные исследования, и они позволяют нам определить, кто именно конкретно живет в этих местах. Но, например, если мы отбираем пробу доначерпателям, то мы плохо себе представляем, как выглядит сообщество, которое живет на дне. Поэтому параллельно с отбором тралом или, например, параллельно с отбором начерпателя мы можем, например, использовать подводные съемки, так называемые телеуправляемые необитаемые подводные аппараты или ТНПА, как они по-русски называются. Вот они примерно вот так устроены. Они управляются джойстиком, оператор смотрит на экране, что происходит, и двигает его, смотрит, что происходит. Это съемки в районе земли Франца Иосифа. Мы исследовали питание моржей. И вот здесь характерное северное, очень высокоширотное сообщество, которое в основном состоит из афиур. Вот эти звездочки — это афиуры, такие иглокожие, которые чуть поменьше, чем морские звезды. Вот так они живут. Соответственно, очень важный и широко применяемый нынче метод — это беспилотные летательные аппараты. На самом деле революция, которую произвели бы ПЛА вообще в мире, как мы можем наблюдать, и в науке в частности, очень серьезная. И действительно очень много нового можно было сделать, можно сделать с помощью этих устройств. Вот, например, раньше ни за что бы никто не догадался, как выглядит лесбища моржей и сколько там вообще моржей. Потому что посчитать это было невозможно, понятное дело. И вообще такие работы, соответственно, делались впервые. Это земля Франца Иосифа. И мы там работали два года, исследовали лесбища моржей и белых медведей, которые там тоже обитают. И вот это, например, белый медведь, который нежится в струях воздуха от беспилотника. То есть беспилотник обдувает его воздухом, и он просто наслаждается этим. Очень довольный мишка. Про беспилотники можно рассказывать очень много, но тем не менее это очень важный элемент исследований, который позволяет особенно исследовать морских млекопитающих. Потому что морские млекопитающие, которые выходят куда-то на поверхность, они, конечно же, от лодок легко уходят. То есть, например, если тоже была работа, например, по нарвалам, нарвалы очень незаметные киты. Они очень редко встречаются, ходят стаями, и их очень сложно найти. Соответственно, если вы находите нарвала и преследуете его на лодке, то он просто уйдет на глубину, пронырнет и уйдет от вас. А если вы его увидели издалека и запустили за ним беспилотник, то вы можете очень долго лететь, потому что нарвал не так хорошо слышит под водой этот беспилотник, он его не так раздражает. И, соответственно, можно долго за ним лететь и смотреть, как он плавает, как он себя ведет, и он не уходит вглубь. То же самое, например, ну не то же самое, но то же самое с моржами, потому что вот эти маленькие беспилотники – это какие-то особенности таких арктических исследований, что очень важно не потревожить животное. И, соответственно, используются маленькие беспилотники, которые тихо жужжат, не раздражают животных, и можно просто к ним очень близко подлетать. То есть в сети огромное количество знаменитых кадров, где белые медведи ходят около ледоколов, подходят близко. Это все снято, естественно, с беспилотников, потому что, конечно, никто из людей не подходит близко к белым медведям. И это, во-первых, опасно, а во-вторых, это просто неудобно, потому что белый медведь вами неизменно заинтересуется, а беспилотником можно подлететь ему там поближе. Правда, были случаи, когда белые медведи сильно раздражаются и сбивают беспилотники лапой. Они довольно хорошо прыгают, и они могут просто на него прыгнуть и как бы сбить его, и все. Главное – не раздражать все-таки медведя и не делать слишком крупные портреты. А в других случаях они просто радуются, и у них все здорово. И вот есть еще контактные методы. Это тоже как-то связано с тем, что тоже с какими-то исследованиями морских млекопитающих. Вот, в частности, вот так выглядит взвешивание белого медведя. Белых медведей обездвиживают с помощью такого снайперского ружья, в который заправляют шприц, выстреливают, и медведь засыпает, после чего у него берут кровь на анализ, его взвешивают, измеряют всячески, и вешают на него метки. Но это прям контактные методы, которые используются только для морских млекопитающих. И вот дальше. Вот, собственно. А вот так вешают метки на моржей. Моржи, они не такие чувствительные, как белые медведи, и там такие метки прям с гвоздями, которые прям втыкают в жир моржиный, и можно их накрепко установить, и после этого вот можно увидеть, соответственно, можно наблюдать, как передвигаются моржи. Это тоже работы 20-21 года по земле Франца Иосифа, когда вот мы видим, как несколько животных передвигались в районе земли Франца Иосифа. Они не сильно уходят от земли, потому что моржи питаются моллюсками, им надо нырять за едой. И, соответственно, они не очень сильно отодвигаются, потому что дальше становятся глубже, и там уже они просто не доныривают. А вот, например, передвижение белого медведя. И мы видим здесь, что белый медведь у нас, например, в какой-то момент ходит по льду и где-то удаляется от островов, потому что он там может найти каких-то тюленей, которые лежат на льду, а иногда подходит, когда льда нет или мало, он подходит ближе к островам и уже, соответственно, охотится на моржей. То есть прям поближе подходит и ходит уже по островам по земле Франца Иосифа. И, конечно, мы видим, что у моржей гораздо меньше область передвижения, чем у белого медведя, у которого это сотни километров. Но это, правда, еще и долгий период, а здесь период гораздо меньше. Но, тем не менее, вот так это работает со спутниковыми метками. Они в какой-то момент перестают просто работать или отваливаются, или перестают работать, разряжаются, и потом эта связь теряется, и нужно заново это все делать. Но, тем не менее, это, конечно, тоже такой новый метод. Каждый год что-то новое в этой области происходит, потому что постоянно пытаются найти способы, как повесить метку на какое-то животное, на которое его еще не вешали. Вот, например, есть белухи, на которые невозможно повесить метку, потому что они нежные, в отличие от моржей и других китов. Они нежные, и метки от них либо отваливаются, либо это слишком инвазивно, и они начинают болеть. Ну, в общем, и это просто для них опасно и нехорошо. Поэтому про белух, например, очень мало известно. Очень мало известно про их перемещение, про какие-то... Потому что они кочуют из одного моря в другое, и на самом деле про это практически ничего не известно, потому что это какие-то спорадические наблюдения отдельных стад, отдельных стай китов. И вот такого способа повесить передатчик на белуху пока нет. Спутниковые наблюдения... Где что-то потерялось? Вот. Просто спутниковые наблюдения... Вот про что я говорила, про дистанционные методы. Это когда спутник сканирует просто поверхность Земли, и либо в видимом диапазоне, либо в инфракрасном диапазоне. Там установлены какие-то датчики, которые видят Землю в разных диапазонах, соответственно, считывают разную информацию. Потом эта информация цифровая проходит обработку. Вот если мы видим просто в видимом диапазоне, то это выглядит вот так. Вот это, например, цветение фитопланктона в Баренцевом море. А так выглядит концентрация хлорофилла, по которому мы определяем продуктивность в Печорском море или в Печорской губе. Соответственно, спутниковые наблюдения производятся таким образом. И это просто цифровая работа, которая не требует присутствия на месте. В общем и целом я хотела бы немножко проговорить, что мы вообще подразумеваем под нашей областью исследования и чем моря отличаются друг от друга. Это какая-то, в общем-то, простая история, но, тем не менее, она довольно важная, потому что сейчас тоже очень много говорится о том, что нам нужно развивать Арктику, про то, что происходит какая-то динамика экосистем в соответствии с глобальным потеплением. И, в общем, это довольно важно, понимать, что где вообще у нас находится, чтобы потом подумать о том, что с этим происходит и что произойдет. И, значит, здесь мы видим, что вот эта пунктирная граница – это граница как бы экономической зоны, российской экономической зоны, и она отделяет российскую Арктику, собственно. Вот. Соответственно, мы видим, что Баренцево море самое ближнее к обитаемым каким-то территориям, самое ближнее к европейским территориям. Дальше у нас идет и Баренцево море самое освоенное. Во-первых, здесь крупные порты – это Архангельск и Мурманск, а во-вторых, Баренцево море самое продуктивное. То есть, дальше я покажу картинку. В основном все судоходство и вообще все освоение происходит в Баренцево море. Это связано в основном с тем, что Баренцево море самое безледное. Так что здесь лед только на севере, вот эта часть свободная, и можно, в принципе, даже зимой, например, ходить в сторону Шпицбергена, чем, собственно, пользовались поморы. Может быть, вы знаете из истории, что поморы из Архангельска ходили бить зверя на Шпицберген, и они ходили вплоть до поздней зимы, до поздней осени, потому что лед вставал в Белом море, а вот, собственно, в Баренцевом море здесь льда нет. А вот дальше мы идем на восток и видим, что у нас дальше начинаются шельфовые моря, они вообще неглубокие, и они все покрываются льдом. То есть Карское море еще куда не шло, здесь не такой плоский шельф, и здесь есть какие-то углубления, и Карское море хотя бы не промерзает до дна. В Карском море есть два жолоба, и биоразнообразие гораздо меньше, чем в Баренцевом море, но тем не менее все равно гораздо меньше. Здесь происходит резкое снижение вредуктивности после Баренцева моря в Карское. И понятное дело, что здесь с юга Карские ворота отделяют этот какой-то поток живого, а с севера там просто суровые условия и, в общем, частые ледовые условия. И дальше у нас море Лаптевых и Восточно-Сибирское. Они совсем неглубокие, то есть там средние глубины, вот сейчас я подойду, покажу, вот это вот 100 метров, вот это вот все меньше 100 метров, то есть это совсем неглубокие какие-то области. И в море Лаптевых за счет того, что оно еще очень сильно опреснено, оно иногда промерзает до дна. И то же самое Восточно-Сибирское. То есть там, может быть, оно не полностью промерзает, но из-за торосов лед достигает прямо дна, то есть прям сильно перепахивается. То есть это прям очень серьезное влияние ледовых условий. Помимо того, что вообще это море по большей части покрыто льдом, оно еще и вот таким образом постоянно перепахивается. Чукотское море, оно сложно устроено в том смысле, что здесь есть какой-то дрейф и активный переход живых существ из Берингового моря, но по сравнению с Беринговым морем условия гораздо более суровые, и поэтому вот этот переход, какое-то течение жизни через Беринговый пролив, оно довольно небольшое, и Чукотское море тоже очень бедное. Соответственно, у нас происходит уменьшение продуктивности с запада на восток. Баринцевое море самое продуктивное, Карское море гораздо менее продуктивное, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское очень сильно ледовый и очень малопродуктивный. Вот, например, мы можем посмотреть на картинку судоходства. Это 2020 год, один из самых безлёдных. Вот сейчас, 2024 год, следующий после 2020 по безлёдности, то есть, наверное, в 2024 году будет такая же картинка по итогу. Мы видим, что огромное количество судов, вот эти прям очень много судов, ходят в Баренцевом море. Это промысловики. И некоторое количество судов ходит в Карском море. Это то, что называется западная ветка Севморпути, которая идёт из Мурманска в Сабету, в Обскую губу. А дальше Обской губы уже мало судов совсем ходит. И мы видим, что они идут вдоль берега. То есть, это какой-то каботаж и прочие истории. То есть, ну, практически можно сказать, что вот эта восточная часть очень мало освоена. И вот тоже самое иллюстрация того, что мы можем сказать про рыбохозяйственное освоение. У нас есть район интенсивного освоения. И вот эта вся синяя и голубая область очень пессимистично называется практическое отсутствие рыболовства и отсутствие перспектив его развития. Дальше немножко поговорим про перспективы, собственно. Есть ли вообще перспективы развития? Ну вот то, что добывается в Баренцевом море, как выглядит, может быть, вы видели. И в Карское море заходит только навага и немножко трески. И промысловые виды, соответственно, беспозвоночных животных. Это все тоже добывается только в Баренцевом море. Краб стригунопилио в некотором роде был перспективен для Карского моря. Но вот у нас есть Лиза, которая хорошо про это знает. Но сейчас уже не перспективен, потому что в Карском море его не очень много. И надо сказать, что и камчатский краб, и краб стригунопилио, который добывается в Баренцевом море в виде промысловых видов, это инвазивные виды, которые были специально завезены и которые специально были завезены для того, чтобы добывать их в промысле. И, в общем, это, во-первых, плохая история, так не надо делать. А во-вторых, ну и не особо-то их добывают. Камчатский краб добывают, а вот со стригуном как-то особо не вышло. И это все тоже только в Баренцевом море. То же самое с китами. Например, кошелот и косатка, ну, кошелот, горбач и дельфин фалина обитают только в Баренцевом море. Косатка, нарвал и гренландский кит в Баренцевом море тоже встречаются, но они заходят гораздо дальше на восток. Нарвалы и гренландские киты очень высокоширотные, и они заходят, ну их можно встретить прямо в высокоширотной Арктике. То есть, если мы идем куда-то далеко, где льды расходятся, то там можно встретить гренландского Китая нарвала. Я вот в этом году видела нарвала в море Лаптевых. Это удивительно, они там крайне редко встречаются, и последний раз, по-моему, их тоже видели там в 2020 году. Косатки встречаются еще в Карском море, но дальше уже не заходят. А вот тюлени живут по всей Арктике широко, и все виды тюленей и моржи в целом обитают по всей Арктике, им достаточно только льда, и больше ничего не надо. А это остальные обитатели Арктики, вот, собственно, нерпы, моржи. Это все мы видели в рейсе. Это как раз свежие картинки, которые я привезла с собой. Это вот мы нашли немертину, и она пыталась нас съесть. Мы ее пытали, а она пыталась нас атаковать. Вот. Соответственно, как я уже говорила, самое первое ограничение для любой деятельности в Арктике – это лед. И мы видим здесь, что, в общем, вот мы видим со спутника, все прекрасно видно, все хорошо, но только все покрыто льдом, и вот оно, Баренцево море, оно немножко здесь закрыто, но оно, скорее всего, закрыто облаками, а вот лед, вот он, в Центральной Арктике, и дальше все закрыто льдом. И лед мешает абсолютно всему, то есть он мешает судоходству, мешает исследованиям всему. Хорошо ли, что льда не будет? Лед сокращается, и мы видим здесь, что с 1980 по 2010 год явно его становится меньше летом, но зимой, тем не менее, лед все равно стоит во всей Арктике. Вот это тоже летние месяцы, и мы видим, что, например, несмотря на то, что вот на этой пессимистичной видюшке лед все сокращается и сокращается, дальше мы видим, что пессимизм немножко поугас, потому что в 10-х годах и в начале 20-х, вот в 21-м, например, году, даже летом, ледовый покров был очень значительный, и вот эти все оптимистичные истории про то, что у нас откроются все в Мурпуте летом и будет безледокольная проводка, пока что остаются надеждами. Надеюсь, что, конечно, все это произойдет, но, тем не менее, пока что этого не происходит, и лед по-прежнему стоит. Вопрос, конечно, в том, что многолетний лед все сокращается, но, тем не менее, какие-то вот ледовые истории про животных все еще работают, то есть им есть где жить и есть где обитать. Второе ограничение для исследований, но уже не для деятельности, это полярная ночь, потому что очень много исследований делается с помощью спутниковых методов, и спутниковые методы полярную ночь не проникают сквозь эту толщу темноты. Вот, например, левая картинка, это август, и мы видим, что уже на самом деле на большей части высокоширотной Арктики уже наступила полярная ночь, а вот эта правая картинка, это ноябрь, и здесь мы видим, что вообще вся, собственно, Арктика в темноте, и мы ничего не видим, то есть спутник не может, даже если там нет льда, он не может считать, не может сделать картинку, мы не можем получить никаких данных. Ну и понятно, что уже ближе к ноябрю там становится везде лед, и дальше, несмотря на то, что, например, у нас вот апрель, и мы все видим, но тут все равно уже мешает лед. То есть, в общем, полярная ночь и лед очень сильно накладывают ограничения на работу, на жизнь и на исследования в Арктике. Но постепенно, как я уже говорила, происходит снижение площади льдов, и постепенно происходит какая-то динамика, и, конечно, все задаются вопросом, а будут ли цвести в Арктике сады, будет ли там прирастать народное хозяйство, и насколько будет развиваться Арктика. Вот так, в принципе, выглядит ежегодная динамика первичной продуктивности. Сначала у нас все начинает таять, потом появляется цветение, а потом это цветение постепенно снижается. И если мы смотрим многолетние тренды, то мы видим, что каждый год первичная продукция в Арктике постепенно повышается. Вот Евразийская Арктика, это как раз то, что нас касается, тренд совершенно, несомненно, положительный. И значит ли это, что в Арктике становится все больше органики, все больше первичной продуктивности, первичная продуктивность влечет за собой вторичную продуктивность, и так далее, и тому подобное. Значит ли это, что наши экосистемы будут эволюционировать, будут как-то динамично развиваться, может быть, будет больше рыбы, больше зоопланктона, и всего прочего. Это очень спорный вопрос, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению, потому что на самом деле первичная продуктивность очень сильно ограничена еще поступлением биогенных веществ. И, например, если у нас весь фитопланктон съел все биогены за какой-то короткий промежуток времени, то дальше он уже не растет, и ничего не происходит. И даже несмотря на то, что постепенно у нас все равно из-за того, что солнечные дни прибавляются из-за отсутствия льда, в смысле, что солнце светит, и фитопланктон может воспринимать этот свет, потому что льда становится все меньше, тем не менее, все равно питательных веществ больше не становится, поэтому какое-то ограничение в любом случае будет. И вот в частности, последние исследования показывают в очередной раз, что есть ограничения на развитие первичной продуктивности, на развитие фитопланктона, связанные как раз с тем, что есть проблема как раз-таки с выеданием биогенов из воды. То есть у нас раньше это выглядело вот таким образом. Вот у нас в апреле еще лежит снег и лед, дальше все начинает таять, дальше у нас происходит цветение фитопланктона, а дальше снова лед, и все закрывается, и как-то дальше происходит вот этот круговорот. А здесь мы видим, что из-за того, что у нас меньше льда и меньше снега, у нас в апреле начинается цветение фитопланктона подо льдом, дальше это цветение снижается, у нас есть какой-то промежуток, довольно долгий, несколько месяцев, когда у нас не хватает еды, и вот это как раз происходит сдвиг в развитии зоопланктона, и, соответственно, сильно снижается количество зоопланктона осенью. То есть динамика экосистемы заключается не только в том, что сдвигается цветение фитопланктона, но происходит переход на следующие уровни, и дальше это, несомненно, затрагивает все остальные уровни тоже. Соответственно, вот этот недостаток биогенов, он может ключевым образом повлиять на дальнейшее повышение или понижение продуктивности, и, в общем, непонятно, как будет дальше развиваться. И вот эта история, которая тоже последние годы активно изучается, но она уже давно известна, но активно изучается именно последние годы в связи с тем, что исследуется динамика экосистем в связи с глобальным потеплением, и это подповерхностный максимум хлорофилла. В Арктике в целом, и в Российской Арктике особенно, есть такая тоже особенность, которая связана с тем, что, во-первых, у нас очень сильно опреснение от рек, и у нас, соответственно, морские организмы не могут там жить. Ну, то есть, понимаете, у нас река стекает на шельф и почти полностью занимает этот шельф, и морская вода там совсем ничего, совсем ничего занимает. И, соответственно, морские организмы не могут жить в пресной воде, а речные организмы не могут жить в морской. И получается такое разделение, а когда у нас тает лед, то морские организмы не могут жить в воде, которая из растаявшего льда. И растаявший лед создает довольно толстый слой пресной воды, который, во-первых, затеняет от солнца все, что живет в море, ниже. Соответственно, морские организмы, которые, получается, живут ниже. И получается, что верхний слой опресненный, и морские организмы, которые как раз фитопланктон, который образует это цветение и образует всплеск первичной продукции, он получается под этой подложкой. То есть это не на поверхности, где максимум солнечного света, а на какой-то глубине, под пресными водами. И это называется подповерхностный максимум хлорофилла, который связан, во-первых, с таянием, а во-вторых, с тем, что есть какая-то некоторая глубина, на которой максимум биогенных веществ располагается. Вот это две причины, которые связаны с тем, что возникают вот такие подповерхностные максимумы. Это такая история, что у нас же фитопланктон исследуется в основном с помощью спутниковых методов, то есть когда мы прям все сразу смотрим, все море сразу смотрим и как-то оцениваем. А подповерхностный максимум мы со спутника не можем оценить, потому что это глубоко, и спутник туда не просвечивает. Поэтому поверхностные максимумы изучаются только как раз прямыми методами, только отбором проб. Это когда смотрят, очень хорошо оценивают разные слои, и тогда можно каким-то образом оценить вот эту скрытую первичную продуктивность. Кроме того, это связано с тем, что нужен хороший инструментарий, чтобы это все оценить. То есть вот эта история, она только-только развивается, потому что это точечное исследование. Кроме того, они связаны с тем, что нужно специально подходить ко льдам в определенное время, когда происходит это цветение. В общем, это непросто. Однако это очень распространенное, это какой-то очень важный процесс для Арктики, который играет ключевую роль в ее продуктивности. Поэтому, конечно, его нужно и будут изучать. И вот этот процесс постепенно каким-то образом будет понятен. И, наверное, мы все об этом узнаем. Узнаем, как он будет дальше происходить в динамике экосистем. Ну вот и что же будет у нас на этом пессимистичном пространстве рыба? Одна из самых распространенных рыб в Арктике, вот в этих морях, отмеченных голубым пессимистичным цветом, там, где у нас нет никаких перспектив рыболовства, это сайка. Это такая маленькая рыбка, она называется полярная трясочка. И она очень широко распространена во всех морях, начиная от Баренцева и заканчивая Чукотским. Она, естественно, играет огромную роль в питании других обитателей. То есть это, конечно же, тюлени, конечно же, какие-то киты зубатые и прочие существа. И в Карском море были перспективы, собственно, рыболовства сайки, но они не очень оправданы, потому что до Карского моря надо еще ходить, это неудобно, и там часто стоит лед. Поэтому, в общем, пока эти перспективы очень туманные. Однако, что мы можем сказать про то, какие перспективы у сайки, в отличие от рыболовства, то это тоже вопрос довольно спорный, потому что недавно вышла такая работа, в которой было показано, что из-за сдвига времени ледового покрова сайка не успевает нереститься. И сайке принципиально, из-за того, что она такая холодолюбивая рыба, ей принципиально нерестится, когда меньше нуля градусов. То есть когда вода холодная и когда вода минус 2 градуса, вот минус 2, минус 4, она нерестится. И из-за того, что поверхностная вода становится теплее, сайке нереститься все труднее, и она как-то мигрирует, как-то пытается что-то с этим делать, но, в общем, непонятно. То есть, возможно, потепление не всем идет на пользу, а, может быть, сайка приспособится и каким-нибудь образом выйдет из этой ситуации. Например, вот в Чукотском море сайка ходит нереститься в Чукотское море, а потом ходит нагуливаться в тепло в Беринговом море. Каким-то образом, в общем, приспосабливается. Возможно, какие-то такие же варианты она придумает и в других морях. И, конечно, вопрос, который волнует многих, это что будет с белыми медведями, потому что, как известно, белые медведи вынуждены проплывать по много километров, потому что лед размерзается, и, в общем, все становится плохо. Но на самом деле, как показывают последние исследования, белые медведи неплохо устроились, потому что, в отличие от сайки, они более сложно устроенные существа, и они могут легче адаптироваться. И вот, например, в исследованиях на Новой Земле показано, что белые медведи научились, во-первых, есть рыбу, а во-вторых, они научились есть морские водоросли. Морские водоросли, конечно, это не очень полезная еда, не очень питательная еда, но, тем не менее, это предотвращает их от истощения, и они каким-то образом стали переходить на растительную бейшу. То есть, в целом, белый медведь – это полностью хищный зверь. И раньше особо не было случаев, когда белый медведь питался не тюленями, не моржами, а какой-то травой. Но сейчас белые медведи уже постепенно к этому адаптируются, и, высаживаясь на островах, они каким-то образом справляются. Понятное дело, что зимой они все так же едят тюленей, тюлени лежат на льду, и, в общем, нет у них никаких проблем. А вот недавно была фотография на острове Врангеля, прям очень толстого медведя, и я ее, к сожалению, сегодня не нашла. Но, в целом, в общем, с медведями все будет хорошо, и это точно. Вот. На этом я бы хотела закончить. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ